Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Уже сутки жители Зминогорска остаются без воды и тепла. Как нам удалось выяснить, в городе ведется плановый ремонт на водозаборе. Вернуть жителям воду и отопление коммунальщики должны были еще вчера вечером. Сейчас в доме Владимира плюс 17, но с каждым часом температура падает. Как пояснили местные журналисты, коммунальщики ведут плановый ремонт на улице Советской, меняют 100 метров магистральной трубы с водозабором. Но почему эти работы начали в ноябре? В администрации Зминогорска не пояснили, а между тем около 10 тысяч жителей уже сутки без тепла и холодной воды. Если ситуация не изменится, это может сказаться и на теплосетях, так как простаивают и городские котельные. Продолжаем выпуск. В случае стихийного бедствия они придут на помощь. В Алтайском крае планируют сформировать студенческий спасательный отряд. Известно, что состоять он будет из учащихся педагогического университета, которые получают специальность на спортивном факультете и знают основы безопасности жизнедеятельности. В первый студенческий спасательный отряд можно попасть только добровольно. Состоять он будет из 20 человек. После того, как отряд будет сформирован, ребятам предстоит пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи, освоить правила поведения при ликвидации последствий стихийных бедствий. Курсы для молодых спасателей проведут сотрудники регионального МЧС. У юных барнаульских ученых и инженеров появилось еще больше возможностей для новых свершений. В день рождения от центра наследники Ползунова здесь открыли две новые лаборатории – программирование и робототехники. Воспитанники и преподаватели презентовали свои проекты и провели открытые занятия. Рассказывает Илья Кочетков. «Почему я не школьник и не могу пойти сюда учиться?» – шептали друг другу взрослые посетители. Когда-то школьники о таких возможностях могли только мечтать. Хочешь, программируй модели и распечатывай их на 3D-принтере. Или создавай роботы-дроны, летающие, ползающие. Все это благодаря фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании для школьников, а их здесь обучается около 700, абсолютно бесплатно. Открывая центр, в него вложили 15 миллионов рублей. В этом году, с учетом дооснащения оборудованием, общая сумма расходов достигла уже 28 миллионов рублей. «Мало того, что есть классические науки, естественно, математические – это математика, физика, химия, то есть науки о природе, которые дают основу, у нас еще и обязательно прикладная. То есть часть – это инженерная часть, которая позволяет решать различные проблемы, которые возникают у человечества. Это уже чисто прикладное. Вот, собственно говоря, мы добавили». Как признается ректор Алтайского технического университета, для ВУЗа – это ценный источник будущих абитуриентов. Юным ползуновцам практические навыки будут прививать благодаря работе на новых станках. «Появится металлорежущее оборудование современное, то, которое позволит уже реализовать это не только в моделях таких лабораторных, но и в действующих моделях, ну, скажем так, в виде производственных или промышленного образца». В следующем году в Центре планируют создать систему телеконференций. Находясь в Барнауле, ребята смогут слушать лекции и перенимать опыт ведущих ученых всего мира. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. Несколько часов в Барнауле будет дан старт матчу «Легенд», в котором заявлены известные во всем мире хоккеисты. Это победители различных олимпиад, мировых и европейских турниров. Наша съемочная группа стала единственной, кто встретил «Легенд» в аэропорту краевой столицы. Слово Кириллу Политову. «Здравствуйте, гости, дорогие!» Словно вернули в детство. Вот они, те самые знаменитые и легендарные. Во главе делегации вратарь еще той советской сборной Владимир Мышкин. На Алтае уже не первый раз. В ожидании, как говорится, хорошего, может быть, душевного, так сказать, гостеприимства, это естественно, но и хорошей, как говорится, профессиональной работы. От количества приглашенных звезд у юных поклонников начинает рябить в глазах. Нужно успеть сделать фото на память, заодно набрать автографов. Именно ради подрастающего поколения гости и приехали на Алтай. Специально для мальчишек. Аранди на арене проведут мастер-класс. Когда он отбивал щитками и ложился, то есть полностью вытягивал клюшку, ложился на бок. Вот этот элемент посмотрел, сейчас тренирую. Ну, как получается? Ну, не сильно сказать получается, что, ну, толком не знаю, как разобрать его. Пытаюсь сам. После мастер-класса сборная легенд померится силами с любительскими командами края. Это сегодня. Завтра звезды засияют в селе Бочкари. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. В завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами мокрый снег, плюс один в Олейске, Бийске и Рубцовске. Около 0 градусов в Заринске, до минус 2 в Камни на Оби. В Барнауле плюс 1 градус, мокрый снег и юго-западный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.